всем привет с вами я Денис Давыдов и сегодня у нас очередная интересная вещь это кейс называемый эскорт для чего же этот кейс разработан не из стали в советском союзе специально для охраны высших лиц государства в некоторых передачах на ютубе он был уже показан но было видно что его показали просто из музея я же вам покажу его реально в реальных условиях я лично буду использовать его и стрелять с настоящего автомата калашникова как это будет выглядеть вы увидите смотрите для этого использовался обычный кейс дипломат но естественно вы понимаете охрана не может ходить с автоматическим оружием наперевес ну потому что охраняемый таким образом руководитель генеральный секретарь президент премьер-министр просто не будет вызывать уважение это же не военное время и народ такому руководителю доверять не будет и конечно строгие ребята в костюмах они ходят с аккуратными дипломатами которые в случае чего при нажатии на клавишу просто открываются и оттуда выходят настоящие автоматы но вы скажете хорошо но у них же могут быть просто пистолеты но в пистолете всего лишь обычный патрон там нет автоматической стрельбы автомат это серьезное оружие если куда-то сбоку выйдет какой-то агрессор или несколько с автоматов то сразу открываешь и у тебя будет автоматическое оружие с настоящими автоматными пулями это очень важно конечно такое оружие есть не только у россии или у советского союза он также есть и в европе но там вот на показываю на картинке на базе хеклер кох 5 и какой там недостаток кстати говоря там какая фишка есть это отверстие здесь ты нажимаешь на клавишу и производишь сразу выстрелы то есть ну по типу пистолета но во первых нету недостатки прицела можно конечно переставить на автоматическую стрельбу будет автоматическая стрельба но это пистолет пулеметный патрон пистолет пулемет 9 миллиметровый обычный пистолетный патрон а здесь автоматный патрон и ты реально ведешь автоматическую стрельбу прицельную автоматную стрельбу как это выглядит и что внутри дипломата я сейчас вам покажу смотрите нажимаем он автоматически открывается здесь находятся две пружины которые его выталкивают и здесь находится автомат калашникова аксу 74 аксу 74 используется обязательно без пламя-гасителя ну потому что он бы сильно бы удлинил бы дипломат и сделал бы его уже не обычным а каким-то специальным и неадекватно длинным поэтому эта вещь в общем-то и не нужна абсолютно естественно автомат сразу стоит на автоматической стрельбе он сразу заряжен и сразу целый магазин вот так вот выглядит автомат и когда падает дипломат вот так и соответственно ты производишь стрельбу вот не надо думать что рукоятка навечно сюда прикреплена она легко снимается и ставится на другой автомат если этот испортился или его нужно разобрать там и так далее вот собственно и все давайте я вам покажу как эта фишка работает погнали спасибо за просмотр друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был я Денис Давыдов пока